Всем привет! С вами вновь Андрей Лофт и давайте что-нибудь поделаем в Photoshop. У нас шестой выпуск дизайн обзора, где мы, я и вы обсуждаем самое интересное, что произошло в индустрии за последнюю неделю, а точнее две, так как на прошлой неделе выпуска не было. Вначале напоминаю, что вы всегда можете перейти в группу ВКонтакте, найти там обсуждалку и оформить пост. Именно по этим постам последней неделе я с удовольствием делаю дизайн обзор. Вы принимаете участие в тех роликах, которые я просто озвучиваю. Вам микрофон, всецело можете все это делать. Итак, заходите в группу, у вас есть приложить тему дизайн обзора, заходите, оформляйте пост, с удовольствием смотрю, самое интересное выбираю и озвучиваю. Но вначале полезная информация от партнера с сегодняшнего выпуска. Итак, у нас в марте проходит очень крутое событие для дизайнеров от Design Line. Главная фишка, вы будете работать с лучшими дизайнерами России, которые будут проверять ваши работы и давать рекомендации прямо в онлайне. Есть как секция брендинга, так и веб-дизайна, так что можете выбрать, что вам нравится. Рекомендую всем тем, кто хочет не только получить теорию, но и практические знания. Ссылочка находится в описании, она будет самая первая, поэтому смело переходите по ссылке, смотрите, изучайте, принимайте решения. Видите, с недавнего времени ваш покорный слуга является также информационным партнером данного мероприятия. Всегда не стыдно показывать и рассказывать о крутых дизайнерах, о крутых направлениях в индустрии, поэтому изучайте, продвигайтесь, просвещайтесь. В общем, все, чтобы у вас было хорошо в дизайне, и этот сайт, он след для этого, как вы видите, все по-честному, логотип Лобо здесь висит. Ну а сегодня мы с вами начинаем смотреть уже интересные темы и события, но есть такой еще анонсик небольшой. На этой неделе я постараюсь еще два ролика записать. Первый я прям специально вынес, это ребрендинг Национального художественного музея Украины, там много о чем можно поговорить. А второй, ну если успею на этой неделе сделать, если нет уже на следующий период, тоже хотел давно обсудить, это как локализация иностранного дизайна по-русски. Как же у нас адаптируют дизайны, которые сделаны там где-то, у нас в России ролик будет, мне кажется, огонь. Итак, первый сегодня у нас, Ричард нам пишет, первая тема. Привет, Андрей, привет, разбери брендинг Парижа. С удовольствием. Давайте откроем этот сайт, и это прям самая первая у нас сегодня, самая первая новость, потому что она самая большая интересная, много что можно сказать. Официальные логотипы брендинг Парижа. Ну, в принципе, тут можно не читать, кто хочет, перейдет по ссылке в описании и также прочитает. Идея в том, что в любом случае любой бренд оценивается обычным человеком, без копирайтинга. Что есть, то есть. Нравится, не нравится, плюс и минус, так же, как и дизайнер. Потому что в голову можно вложить абсолютно любую информацию, но в реальной жизни человек сталкивается только с визуальным рядом без этого пояснения. Ну, тут, в принципе, и так все понятно. Сейчас вот именно специально, мне кажется, в этой в том числе презентации вот с этого все начинается. И вот знак мы видим, он классный, отличный знак. И тут используется самое сильнейшее решение сейчас в графическом дизайне, просто его ставят на красивый чистый цвет, на какой-то фон. Замечательно. Ну, внизу здесь видео, мы его смотреть не будем, потому что там внизу все статично показано, в принципе, из видео. Кто хочет, может перейти так же посмотреть. Вот, нам говорят, что это, в принципе, является такая геометрическая форма более такого растровой картинки лодки. И вот тут у нас появляется шрифтовая работа. И тут сразу возникает вопрос. Вот тут я теперь хочу перейти в Photoshop, есть PSD-шка. И с вами обсудить. Я, безусловно, воспринимаю графику вот в определенном ключе. Для меня, когда подобное с подобным, это выглядит красиво. Когда есть что-то с одной системой внутри себя, с каким-то прочтением, а есть что-то другое, и они между собой не взаимодействуют. Ну, это как будто надеть классический костюм, а внизу на боссу ногу надеть, не знаю, сандалии, либо на носки. Вот так это все для меня выглядит. И хочу вам просто проиллюстрировать. У нас знак сам по себе классный, но он имеет у нас вот эту вот неоднородность. У нас где-то очень тонко, потом уходит это все в широкую часть и опять в тонкую. Это целый стиль, и он выглядит клево. Но появляется шрифтовая работа, заглавные буквы, гротеск, у которых нет вот этого вот тоже внутреннего такого ощущения, которое получается эта графика. Здесь обособлено. Это выглядит, ну, как такой хороший гротеск. У нас фактически полумоношрифт. Получается, где-то у нас вот есть расхождение по ширине, но в целом он выглядит как единое целое. И отсюда вытекает, что если мы хотим к этому знаку взять его как основу, приблизить шрифтовую работу, то по-хорошему мы должны искать как раз варианты, которые будут иметь то же самое вот эту внутреннюю свою атмосферу. У нас будет что-то широкое, что-то узкое, мы будем сближать графику. Тут нужно искать либо засечками шрифты, либо наоборот их попробовать поубрать. Тут не значит, что это работа, что я вам сейчас показываю, это прям конечный результат. Нет, нужно рисовать, кернинг делать. Сама мысль, что вы сближаете графику, понимая ее вот это внутреннее. Я, как помните, мы с вами рассматривали шрифт PT Sans Open Sans, да, как же это называется? Какой Open Sans? Ну, что ты говоришь? Comic Sans, вот. И вот тут то же самое. У знака есть ярко выраженная вот эта вот эмоция, какое-то ощущение. И шрифт ее подавляет. Получается, что шрифт перебивает восприятие сильной работы от графики. Или наоборот, можно рассмотреть, что графика перебивает шрифт. И с матчика зрения именно так. То есть графика шрифт перебивает. И дальше, когда мы посмотрим с вами презентацию, я еще объясню, почему. Исходя из этой мысли, тут знак-то должен быть это тоже получается каким-то монообводкой, которая будет взаимодействовать с нижней частью шрифтовой работы. Также вот это вот скругление, которое у АП появляется. С одной стороны, я понимаю, почему оно сделано. То есть, чтобы, опять же, может быть, сблизить графику здесь, скругление здесь. Но вот в данном случае, если бы все-таки знак был бы таким вот моно, то можно было бы сделать, опять же, просто чистую вот эту прямую линию, которая бы лучше взаимодействовала с этими вот штрихами. У P, у R, ну, у S, да, она, видите, немножко наклоненная. И еще хочу сказать, что вот здесь знак, если видео посмотреть, там он увеличивается, можно видеть две вещи. Первое, что у нас во внешнем контуре есть скругление, во внутреннем нет. Это тоже очень странно. То есть, если уж вы идете по пути какого-то острия, только вот здесь можно было бы сделать более плотную часть. А вот на кончиках очень верно, что это скругление. Я как-то на лавкачах вам эту фишку графических дизайнеров рассказывал, что если вы здесь делаете просто острие, то на удалении в мелком кегле у нас оно просто будет вообще практически не читаться. И там специально либо вообще просто срезают кончик, либо делают скругление. И вот в данной части, ну, поскольку здесь вот сама графика позволяет, можно было бы сделать без скругления, но тем не менее угол, который читается так и здесь. Вот здесь он не нужен, потому что сам по себе, сам по себе графика будет рисоваться следующим образом. Если мы рассматриваем вот эту вот часть, она вот придет вверх и вот здесь обрежется. Вот, угол является острым. А вот если мы заканчиваем уголок, то да, вот если мы здесь скругление сделаем, он будет очень узкий, но удаление он вообще читаться не будет. Итого, вот исходя из текущих вариантов, что я могу сказать, что одна работа шрифтовая перебивает графику, графика перебивает шрифт. Между собой не имеется энергии, но это вот вопрос мышления. Если изначально дизайнеры такое что-то вкус хотели заложить, то есть неподобное с подобным, наоборот, противоположные крайности, они это по факту сделали. Но вот насколько это все воспринимается единоцелостно, это уже вопрос к обсуждению. И с моей точки зрения, безусловно, это не воспринимается, это ухудшает восприятие работы, которая могла бы быть. Внизу мы видим с вами прекрасный шрифт Монсеррат. Я вам всем советую его попробовать, поиспользовать. Последние два месяца я его часто использую, советую клиентам. Всем нравится, он бесплатный, находится в библиотеке Google Fonts, поэтому пользуйтесь. Тут уже получается хороший фирменный стиль. Но это опять же, мы сначала выбираем график, потом эту графику пытаемся как-то обыграть. Это все выглядит здорово, но когда мы сейчас доходим с вами, вот где уже нам показаны носители, вот здесь вот видна, насколько вот эта вот графика выбивается. Смотрите, прямоугольник, прямоугольник. Фактически, шрифтовая работа прямоугольники, ну, они стремятся к таким идеальным штрихам. И тут этого графика имеющая совершенно другое прочтение, совершенно другой внутренний я вот этот вот стиль. И она здесь, ее надо по-хорошему выбирать, либо перерисовывать. Все вот здесь выглядит хорошо, но это классическая такая верстка, кроме этого знака. Но сам себе знак клевый, он отличный, но он вообще не вписывается вот в эту парадигму дизайна, которую нам пытаются показать. Вот здесь то же самое. Ну, вот это смотрится, вот он как будто из другой совершенно оперы, как будто совершенно другое направление. А во всем остальном, конечно, используют хорошие цвета, хорошая верстка. То же самое вот здесь как раз вот этот вот знак, вот насколько же они, ну, не взаимодействуют. Отдельный блок отдельный, по-хорошему здесь хорошо, здесь хорошо в совокупности. Этот понижает верхний блок, верхний получает нижний. Ну, а когда-то, конечно, тут есть везде заглавные буквы. В полиграфии, ну, есть дизайнеры, которые очень любят такую тесноту по краям. Я не привержен с такой верстки. Я, наоборот, пытаюсь всегда использовать пространство. Особенно тут, если сейчас мы дойдем до нижней полиграфии, по-моему, посмотреть, вот здесь. То есть логотип очень тесно стоит. И тут как раз можно было бы сделать версию, которая была вверху. То есть знак бы был здесь, а штовая работа была бы в горизонтали. Соответственно, пространства было бы больше. Ну, это, опять же, такое чувство вкуса у дизайнеров. Я не привержен с такого. Я от этого ушел. Я люблю пространство. Пространство акцента. Кто-то любит, наоборот, тесноту, какую-то вот прям большую плотность. Итого, что хочется сказать. То есть проект-то классный. Он в нем есть мысль. Он все считывается. Но вот эти вот противоречия между знаком, счетовой работой, они, с матчей зрения, работу ослабляют. То есть любой из таких доработанных вариантов в конечном итоге был бы сильнее этого. А значит, безусловно, с матчей зрения, можно сказать, что работа была бы сделана лучше. Но вот так дизайнеры во Франции видят свой бренд. Они имеют на это право? Они имеют. Следующая у нас новость. Давайте ее прочитаем. Пишет нам Андрей. Радикальные изменения подвергся канадская компания Flare Airlines. Давайте посмотрим, что же у нас за изменения. Что было, что стало. Перейдем также на их сайт. И пообсуждаем все это. Итак, у нас что было? Был какой-то знак. Знак улетал в левую сторону. У нас было многоцветие. Здесь, ну, тут градиент, точнее, здесь синий. У нас были заглавные буквы с небольшой разрядкой. Они у нас были еще с курсивом. Здесь у нас также был строчный набор с курсивом. Ну, фактически, прям, классический набор вещей, которые понижают восприятие вашей типографической работы. Ну, а знак, в принципе, сам себе-то вполне себе. Но что они решают сделать? Первое. Они сразу приходят в высшую лигу дизайна под названием строчные буквы. И это прям уже сразу плюс. Второе. Они убирают курсив. Тоже замечательно. Сразу решают все проблемы. У нас LA теперь не имеет такое гигантское пространство. Очень хорошо взаимодействует. Хороший небольшой кернинг. Кстати, да, в логотипах строчных букв тоже можно делать дополнительно небольшой кернинг. У нас все хорошо сочетается. Шрифт также у нас стремится весь, фактически, к примитивам. То есть, к исходным каким-то данным, да, к прямоугольникам графики. И тут появляется точка. Вот это, конечно, очень забавно. Потому что с точки зрения знака, она абсолютно никак не взаимодействует с историей. И знак, он тут как раз, ну, вообще ни к чему, откуда он взялся. Ну, просто потому что это примитив. Это мир захватывает примитивы, мир захватывает гротески. Но не до такой же степени. И самое главное, в фирменном стиле здесь вообще не видно, каким образом это взаимодействует с общим визуальным рядом. Все остальное классно. Цвет подобран очень умно. Почему? Этот цвет является очень ярким, который будет прежде всего использоваться в вебе, а в реальной жизни. Все это будет не печататься же офсетом. Ну, хотя офсет там тоже, наверное, будет. Но там они, скорее всего, понизят какую-то процентовку. А все это будет краситься. Значит, они имеют право использовать такой яркий цвет, который будет наноситься. Ну, фактически, это понтон, условно. Только этот понтон будет ручками здесь наноситься, либо там другой технологии. Это не офсет. Поэтому они имеют право использовать такой яркий цвет. И как раз он является очень таким ярким, фактически белым. И на нем черный, по-моему, все смотрятся хорошо. Вот случай, когда черный можно использовать на цвете. Фактически, это такие чуть более яркие, чем пастельные цвета, но которые по факту тяготеют к белому. То есть, вот эта хорошая часть, и внизу тоже хорошая часть. Если бы я не видел историю, я бы сказал, что это классно. Это очень современно, это классно. То есть, по мысли, ну, примитив, ладно, то есть, его нельзя расценивать как знак. Но это просто как вот, ну, скорее всего, это как было так. Вот мы сделали просто Flair Airlines. Нет, работа не породелана, давайте знак поставим. Самый идеальный знак в такой работе, это просто квадрат, треугольник, либо круг. Ну, объективно, да. А уже все из этого вытекает. Ну, вот почему здесь вот не заложили какую-то историю прошлого знака, вот вопрос. Поэтому знак я не могу расценивать, как, в принципе, проделана работа. Ну, она, и она никак в фирменном стиле нет, поэтому вот эта часть, это провал, с моего точки зрения. А вот здесь прям 10 баллов, добро пожаловать высшую лигу дизайна. Ну, и ТН торговый марк все-таки можно уже отказываться в 2000-х годах. Ну, может быть, это, опять же, настоял генеральный директор, либо руководитель Совета директоров. Во всем остальном умно, интересно, правильно. Кроме вот этого знака, он полностью перечеркнул историю, но никаким образом точка никак не взаимодействует с брендом, да, который потенциально могли бы показать. Если перейдем на сайт, ну, сайт особо оценивать не хочется, потому что самое главное, что я хочу вам показать, посмотрите на мысль. То есть везде использован только строчный набор, причем все даже с малой буквы, нет, даже с заглавной. Это такая ультимативная вещь, потому что вот я всегда задал вопрос, ну, почему, если вы, дизайнеры, любите заглавные буквы, почему вы никогда не используете малые буквы? С точки зрения, как раз, типографики, вот этот набор, он всегда выиграет у заглавного. Ну, вот, высшая лига дизайна, это приятно, что есть дизайнеры, их много в мире, которые понимают, как работает типографика. Есть, конечно, крайность, можно и с заглавными буквами делать тоже хорошо, но вот это сейчас классно, это и будет, к этому все придет. Вот индустрия придет к этим вариантам, и все больше и больше мы это начинаем видеть в больших брендах. Так и будет. Здесь вот у нас вот этот знак выглядит, в принципе, неплохо, но еще раз, просто примитив, но его трудно расценивать, как какой-то хороший знак. Он сам себе, конечно, классный, но можно было бы попытаться хотя бы от примитива сделать что-то с какой-то историей, чтобы в совокупности это все куда больше заиграло. Шифтовая работа отлично, десятка, знак, но его вообще оценивать нельзя, это просто, мне кажется, заглушка, как вынужденная мера, чтобы клиент сказал, что работа проделана. Потому что вообще бы я, в принципе, этот круг бы убрал, оставил бы вот флеер Айрлайнс, в конечном итоге здесь три точки есть, они так уже тут смотрятся. А вот как раз круг можно было бы внедрить в фирменный стиль, ну и, соответственно, вот в какую-то верстку. Хорошая работа, ведь сегодня уже вторая работа и все классные. Третья новость, давайте почитаем. Привет, Андрей, привет. Власти Магнитогорска презентовали брендбук 90-летнему юбилею города. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в преддверии юбилея в Магнитогорске появляются брендированные флаги, баннеры и арт-объекты. Главным элементом юбилейной символики стал стилизованный памятник «Первая палатка» брендбук. Ну давайте откроем, посмотрим, ну хотя, я думаю, тут уже вы по презентации видите. Почему я, в принципе, включил эту работу в дизайн-обзор? Это классическое понимание со стороны чиновников, со стороны людей там 40-45+, как должен выглядеть сейчас дизайн. Все делалось, наверное, в начале 2000-х. И, кстати, вот этот знак, если убрать эти 90-е, перекрытие года, он сам по себе нормальный, его можно доработать. И вот если убрать эти гардиенты, может быть, вот эти вот части как раз сделать, чтобы нижняя часть, этот штрих, он как бы вырезался, вот это вычиталось, то сам этот знак вполне себе можно доработать, он выглядит очень даже современно, классно. Но вот эти вот все стилистики набросанные, которые в том числе мы с вами в ловкачах смотрим, они все убивают. Вот эта вот графика, которая, ну, она была, целый был тренд на такую графику еще раз полигональную. И вот все вот это, это прошлое. Это то же самое, вот монохром. В монохроме так вообще вот этот вот знак, особенно эти вот перекрытия, корявые буквы, не буквы, а цифры, они как раз все это разваливают. Но сам знак еще раз имеет интересную геометрию, его можно было бы дорабатывать. То есть знак можно оставить, доделать, все остальное нужно, конечно, пересматривать. И вот эта вот любимая тема, я не знаю, почему-то у нас во власти, это заглавный буквы. Ну и в принципе, ну, было время, сам взаимодействовал, когда я жил в Липецке. У меня также было целое направление, я там делал полиграфию и бренд для депутата. Но в целом, я же тогда вообще в дизайне особо-то ничего не понимал. И я просто копировал других. Но вот сейчас-то, в 19-м году, зачем копировать вот то, что было в прошлом, если есть референсы у настоящих студий? Здесь прям все, куда ни посмотрим, мы увидим вот эти вот странные, очень непонятные, слабые решения. Хотя вот здесь вот мысль-то очень правильная. То есть есть большая картинка, разделитель. Но разъяснилось, что разделитель можно по-другому было более интересно обыграть. С каким-то выносками, с чем-то еще. Помните, как мы смотрели, как там 400 лет обыгрывалось? Какой-то там до полной реальности вынести, обтравленный какой-то объект. И вот этот знак, ну вообще, вот, то есть картинку оставляем, здесь картинку, здесь картинку оставляем только вверху, не надо засветлять. А сделали, чтобы контраст получить, да, к знаку и здесь. То есть здесь, смотрите, даже дошло до того, что здесь картинку даже не довели, ее даже скадрировать не хотят правильно. Это вот типичная разработка бренда, когда не к дизайнеру какого-то определенного уровня обращаются, а своими силами внутренними делают. Ну то есть в принципе дизайн-дизайн. Но расценивать это как что-то хорошее сильно, да конечно же нельзя. Но при этом, взяв просто саму идею, ее можно доработать. То есть идеи тут есть, особенно в знаке. А все остальное нужно перерисовывать, переделывать под современные реалии, под современную мысль в графическом дизайне. Все развивается, в том числе графический дизайн. И делать так, как делали раньше, это просто неправильно. Нужно иметь современное чтение, но все-таки быть в каких-то определенных градациях, а не выходить там просто за пределы, делать только эту абстракцию. Вот я так вижу, нет, дизайн это все-таки про мысль. Но все равно, видите, посмотрели сегодня именно на контрасте. Дальше у нас четвертая новость, также у нас есть PSD. Сейчас посмотрим. Читаем. Данил пишет, редизайн логотипа моего вуза. Не только Данил мне написал, было еще достаточно много информации именно по вот этим. Так, давайте мы здесь посмотрим видео сначала. Я когда увидел, я прям был очень сильно удивлен. Ну вот же, есть дизайн осмысленный, продуманный, с определенной геометрией, кроме одной вещи. Тоже, вот тут есть один блог, который хочется спросить вопрос, зачем? Если специально так сделали для того, чтобы на это акцентировать внимание все остальное, люди не оценивали, зачет. Но вот сейчас мы все выглядим, вроде все выглядит хорошо, да, давайте сейчас до конца досмотрим. Вообще, во всем этом бренде есть только два замечания. Но одно прямо оно явное, вы сейчас его увидите, да, уже, наверное, видите. А вот второе, ну, это уже вопрос как бы не вкусовщины, а какой-то мысли. Давайте с вами все это вот посмотрим. И теперь перейдем непосредственно... Ну, вы уже видели, что хорошо, да, выглядит прям особенное сравнение с брендом, который мы только что смотрели. Итак, у нас есть по СДшкам. Смотрим. Вот есть у нас логотип. Он классный. И вот здесь заглавные буквы очень уместные. У нас получается знак такой геометричный. Понятно, что все идет от примитивов, хорошей современной графики. Здесь также, видите, разделены, получается, такие вот направления классно. NENTI написано на английском, на латинице. И вот тут очень уместно использовать заглавный набор, вот такой вот моношрит, который как раз взаимодействует с этой графикой, о чем мы сегодня в самом начале с вами это обсудили. И получается с такой небольшой разрядкой. Видите, здесь, опять же, у нас более разрядка, меньше между буквами. Здесь прям в ширину штриха. Почему? Потому что здесь расстояние у Е и Т, и Т и А больше. Значит, нужно компенсировать, сближая буквы. Здесь у нас строчный набор. Стоит вот этот вот квадрат. Я понимаю, точка. Я понимаю, зачем он здесь стоит. Чтобы, наверное, еще показать вот эту вот часть с квадратом. Но в целом ее можно было бы убрать. Ну, то есть, убрав этот элемент, вы бы еще сильнее привлекли бы внимание к логотипу. По градиентам, ну, это вопрос. То есть, если в полиграфии можно еще использовать, хотя я не советую именно в полиграфии, потому что, то есть, наоборот, хотел сказать, что, знаете, вот где-то там используют какой-то такой продукции. Да, наверное, можно. А вот в полиграфии все-таки градиенты всегда печатаются хуже, чем моноцвет один. И более того, не забывайте, что градиенты всегда ваш продукт удешевляют. Если хотите показать современный строгий, сильный дизайн, то нужно как раз сделать в один цвет. А уже какие вы подберете, решайте сами. Ну вот внизу, и вот мы смотрим. Здесь, смотрите, строчный набор. Классно. То есть, опять же, добро пожаловать в высшую лигу дизайна по мысли. Но тут появляется вот эта вот часть. И тут прям вопрос, каким образом? Ну, вы смотрите, знак классный. Новосельбийский государственный технический инститет. Классно. Строчный набор. Хорошая разрядка. На этих классных и буквы Е появляются. И вы такие думаете, чего? Ну, тут же есть буква Н, которой просто делаем инверсию, получается буква И. Буква Т есть. Буква Н, да, должны перерисовать. Но Е-то она у вас уже есть. И она геометричная. И она взаимодействует с знаком. Ну, то есть, вот же, вот же классно. Вот это. Вот взаимодействует с друг с другом. Это взаимодействует. То есть, все. Вот классная работа. Вот эта часть. И нижняя часть. Здесь вам просто нужно было сделать инверсию. Появляется скругление какое-то. Вот это вот пространство. И получается, что вот эта ширина у нас, вот эта ширина, она у нас визуально уже, чем данная. Зачем? Тут вот в этом блоке, в российском, это надо специально показать, что в российских реалиях мы можем чуть-чуть что-то ухудшить. Просто возьмите логику. Вот вы же сами это все разработали. И вот это все просто для чего? Может быть, они это переделают. Или просто интересно было почитать, почему в российской версии букву Е изменили геометрично. То есть, геометрически. Зачем ее перерисовывали? Она у вас есть. То есть, как бы буква, ну, как бы Э и Е, ну, понятное дело, что их надо просто повернуть. И уже понятно. То есть, идея была в том, чтобы читали именно как нети через Э, а не ети. Ну, это вот как раз, что визуальный ряд, ну, в такие компромиссы бы я бы не шел бы. То есть, да, вы хотите показать, э, ну, оставьте вы все равно. Будьте вы до конца сильными. Ну, пусть даже читают, ну, нети, какая вам разница-то. Но визуальный ряд все-таки на первом месте. И вот это вот скругление, его нигде нет. Вы посмотрите. Эта часть появляется. Она противоречит всей графике. Здесь противоречит. Здесь. 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 И появляется тут неожиданно. И я бы, конечно, все это убирал бы, безусловно. То есть, здесь вот так вот должно быть нарисовано. В общем, то же самое, что мы видим с вами вверху. Все. Надо быть сильными до конца. В остальном же, ну, по сравнению с тем, что было, я сначала не показал. Ну, тут просто земля и небо. Это просто космос. Мы с вами оторвались и улетели вверх. Работа проделана классно. Очень хороший, сильный дизайн. Особенно все, что касается именно плотеницы. Но эта вот буква Э, она выбивается. И портит восприятие. Вот тут то же самое. Вот ее просто надо дорисовать. Просто ее надо дожать. И все. И все становится хорошо. Здесь точки не нужны. Тоже удаляем. И вот прям дизайн, который должен делаться в России по мысли, по уму. И вот когда такое вы видите в реальности, это круто. Это вызывает восторг у дизайна. У меня этот проект вызвал восторг. Могу снизить только один этот балл за Э. Но, скорее всего, было ректорат внес свои пожелания и так далее. Но дизайнер вот выложился вот в этой части. Он молодец. С моей точки зрения, нужно было бы еще убрать градиенты, чтобы показать еще более сильный современный дизайн. И убрать точку. Все. В остальном, добро пожаловать в высшую лигу. Вот, пожалуйста, сегодня дизайн-обзор, который, в принципе, посвящен, как мне кажется, только хорошим, сильным работам. Дальше давайте посмотрим с вами следующую новость. Так, это уже логотип. Давайте почитаем. Новый лого нам пишет Сергей. Сергей прям с таким трепетом все это пишет. Давайте посмотрим. С моей точки зрения, это прекрасный вид дизайн. И я вам объясню, почему. У нас был же, опять же, конфликт. Посмотрите. Здесь у нас вроде как буквы все стремятся, большинство, каким-то, опять же, примитивом. Но при этом у нас сам знак является скруглениями. И вот эти вот скругления, они как раз общим посылом, типографической работы, ну, не совпадают. Разве что вот буква R какая-то выделяется. Здесь же что они делают? Они еще сильнее букву приводят к какой-то вот геометрии, ну, прямоугольной. Это оправдано, особенно в современном мире. К этому все придет. В будущем, я убежден, будут только знаки, только гротески. И они как раз берут и переделывают. То есть они вот это внутреннее прочтение как раз вот этой вот части, которая не сочетает слева, они делают самое очевидное как раз квадрат. То есть острие. Подобное с подобным. И вот этот знак просто на порядок выглядит лучше. Левый, самое главное, сохраняет эту вот историю. То есть логика просто какая-то у нас обводка с разделителем. Здесь обводка с разделителем. Прекрасный абсолютно редизайн. Очень умный, очень правильный. Ну, в букве мы даже, видите, R-ку перерисовали. То есть абсолютно верно. Потому что вот этот вот штрих, он прям выбивался из общего направления. Вот мысль. Мысль, которая, опять же, реализуется в хорошую графическую работу. Другое дело, что, опять же, значок RTM. Я вот считаю, что это в современном мире атеизм, можно избавляться. Но, скорее всего, это вынуденный мер, потому что так захотели генеральные директора. Отсюда вывод. Просто в свой портфолио не добавляйте. То есть вот эту букву R вы исключаете. А на коммерческом сегменте, ну, хотят букву R либо RTM, да, пожалуйста, используйте. Классный редизайн. Отлично. Все замечательно. Все по мысли. Вот эти вот расстояния также синергируют. Посмотрите, что вот это вот расстояние стало синергирует с этим. Ну, как и здесь. Но здесь его сделали больше. За счет этого уже лучше отделяются блоки. Лучше отделяется текст. Причем везде, вот если вы всмотритесь в правую часть, в стороне слева, вы везде увидите мысль. Это значит, что работа очень сильная по мысли. Как следствие, она хорошо реализована технически. Замечательно. И последняя новость на сегодня. Давайте посмотрим. Это у нас... Михаил нам пишет. Московская студия дизайна сделал новый логотип для Дмитрия Портнягина. Открываем. Посмотрим. И что тут хочется сказать? Ну, вообще, это тот логотип, наверное, который Дмитрий заслужил либо хотел. Тот прекрасный случай, когда один не знает, что такое хорошо, другие не знают, что такое плохо. Только буквально вчера смотрел матч UFC, где выходил Джонс на бой. И там у него была майка. Кому интересно, можете загуглить, посмотреть, либо включить видео. И там на майке тоже была нарисована иллюстрация, где есть его графика. То есть, его лица совмещенная со тигром или львом. Со львом вроде как. И просто сравнительно на техническом уровне реализации. Но, как мне кажется, самый успешный бизнесмен, который работает в Китае, который, безусловно, разбирается в терминологии, в марже и во всем остальном. Классное видео делает. Ну, и вообще, очень известный, популярный блогер. Вот именно тот логотип, который он должен иметь. Все сделано прекрасно. Пусть пользуются. Я могу только поаплодировать абсолютно всем ему. И всем главное, чтобы им нравилось. Замечательно. Ну, и в конце давайте опять же перейдем в нашу традиционную рубрику «Рандомный лайк». Но сначала хочу показать, что, ребята, мы с вами в прошлом обзоре аж 52 лайка поставили, 16 комментариев. И нам автор ответил. Окей, Элмират нам сказал спасибо всем. И вот сегодня же мы также с вами перейдем. Ссылочка будет в описании. Будем что-то писать хорошее, доброе. И лайкать, конечно же. Сегодня я буду пользоваться текстом Ивана. This is amazing. У меня идеальный английский. Ну, и давайте с вами посмотрим, куда мы сегодня с вами поедем. У нас есть, давайте с вами, поиск. Здесь. Нет, давайте вот здесь мы поиск найдем. Все творческие области. Давайте сегодня мы, наверное, посмотрим с вами что-то арт-директор. Здесь у нас не выставлено, конечно, самые недавние. Хотя нет, давайте какой-то арт-дирекшн. Что-то вот мода. Мы не были с вами никогда в моде. Давайте в моде с вами пойдем. И весь мир, опять же, по-честному закрываю глаза. Ниже, ниже, ниже. Вот. Мы сегодня с вами едем в Грецию. Мы сегодня едем. Замечательно. Привет. Привет. Применить. Надеюсь, у нас есть всевозможные разные картинки. Ну, нужно, наверное, рандомизацию делать, да? Хотя у нас сегодня же какой выпуск? У нас сегодня выпуск номер 6. Давайте мы отчитаем вниз 6 и слева 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Мы заходим с вами в супра перформанс Теона. Заходим с вами в проект. Смотрим. Ну, отлично. Уже сразу хорошо. Прям внушает доверие. Особенно вот эта вот часть, как бы отрубленная часть лица человека-дизайнера. Прекрасно. Вам какое больше всего нравится? Мне вот эта вот левая часть. Точнее, правая. Но она может быть и левая. Замечательная графика. Градиенты. Лестничные градиенты. Изучение анатомии. Все хорошо. Все красиво. Блюдечко, чашечка. Да все есть на месте. Все хорошо. Здесь как-то люди то ли не падают. А ноги? Ноги есть. Голова. Да все замечательно. Ноль лайков. Что за несправедливость? Мы ставим, конечно же, лайк. Мы пишем, что это прекрасно. Публиковать комментарии. Ребят, давайте перейдем и поддержим, собственно, нашего коллегу. Потому что такие начинания нужно поддерживать. Смотрите, нам накрыли на стол. У нас есть рыбка. У нас есть на сколько персон? Раз, два, три. На четыре персоны. Можно же покушать. Ну, здесь для домашнего питомца. Розовая стрелка. Она, безусловно, заслуживает лайк. Вот такой сегодня получился дизайн-обзор. В конце вы знаете, что делать. Если вам все понравилось. Или же наоборот. Вам что-то не понравилось. То, конечно же, пишите, что вы хотите в следующем дизайн-обзоре. Заходите в группу. Оформляйте посты. Можете поставить ваш царский палец вверх. В общем, чтобы все у нас в конце этого ролика было замечательно. Мы с вами очень много хороших, сильных работ. Подчерпнули много мыслей. Это к тому, что дизайн имеет очень сильные градации. Но их нужно осознавать просто в голове. И иметь свою систему внутренней ценности оценки. И иметь свою позицию. Именно так в дизайне, собственно, и развиваются дизайнеры. На сегодня это все. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. На этой неделе будут еще интересные материалы. С вами был Андрей Ло. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.